Черный густой дым от проезжающей маршрутки замечал, пожалуй, каждый петропавловец. Разобраться в этом вопросе решили полицейские и экологи. Факт налицо. Нормы токсичности выхлопных газов у большегрузов и городских автобусов превышены. Почему и как это объясняют перевозчики, узнаете прямо сейчас. С конца июля по конец августа стражи правопорядка совместно с экологами и волонтерами работали в рамках оперативно-профилактического мероприятия. ТАЗА, Казахстан. Выявлено свыше 3500 различных правонарушений, включая более 2000 нарушений правил благоустройства и 893 факта о распитии алкогольных напитков или появлении в общественных местах состояния опьянения. Между тем, несмотря на окончание республиканской операции, совместная работа госорганов по проведению профилактических рейдов не закончилась. Накануне полицейские приняли участие в проверках токсичности выхлопных газов у большегрузных автомобилей. Совместно с сотрудниками департамента проалиции проводят операцию. Вот сейчас мы проверим вашу машину на соответствие норм выбросов. Сначала прогазуйте, прочистите, потом сделаем замеры. Специалистами используется сертифицированный прибор для измерения дымности отработавших газов. Только в ходе одного рейда на контрольном посту «Южный» у трёх больше грузов выявили двойное превышение допустимых норм токсичности выброса. Также в зоне особого внимания автобусы городских маршрутов. Проверено 8 грузовых, из них у трёх показал завышенный уровень токсичных выбросов. Из 12 проверенных автобусов городских маршрутов у 5 превышение токсичности токсичных выбросов составило более чем в два раза. За данное нарушение на физических лиц будет составлен административный протокол по статье 344, что предусматривает предупреждение или штраф в размере 2 МРП. На юридических лиц будут привлечены к административной ответственности по статье 617 КОАП РК. В департаменте полиции отмечают, что совместная работа по обеспечению безопасности дорожного движения и экологического благополучия населения будет продолжена. Кирилл Потёмкин при содействии областного департамента полиции.